получил я от новой почты вернее получил я от tesla посылочку через новую почту новая почта не заказывал сварку полуавтомат tesla мигмар 245 в интернете ничего об этой модели нет кроме что на сайте этого интернет-магазина эта модель была по акции хотел другую но уговорили взять именно эту модель по акции со скидкой ну и купился еще на гарантию 36 месяцев думаю если что-то случится с этой сваркой за 36 месяцев они мне все переделали коробочка как видите слегка подпирепанная тщательно заклеенная скотчем не фирменная которая рекламируется на других изделиях там синенький отпечатанная здесь какая-то сухарей с наклейкой tesla наверно потому что по акции посмотрим что внутри коробка уже сразу видно что явно не тестовская будем смотреть заклеивали скотчем уже может быть проверялись и должно быть посмотрим что есть коробочки коробочки сразу же открываем руководство по эксплуатации но этой модели здесь уже вижу нет 245 здесь все что угодно кроме 245 есть вкладыши гарантийный сертификат с печатью есть даже печать вот она больше тут ничего нет история ремонта дата продажи отправки 2 снимите видео обзор и получите 100 гривен ну подарочный сертификат на 200 гривен от кого Татра от Татры и тут еще снимите видео обзор и получите от Теслы ну снимаем видео обзор тоже на 200 гривен посмотрим инструкция две оплотнительные кабель земли и кабель с держателем для другого сварки инверторный для электрода ну туговатый такой вроде как ничего потому что на инверторе который у меня есть для сварки там довольно таки зажим слабенький ну и сколько штук пишет 2 метра здесь явно полтора полтора метра ну тут на 2 метра потянется так о еврокабель с горелкой вонючий запах такой так переходим коробочку убираем в сторону достаем агрегат пленочка кстати все эти кабеля не упакованы в пленку хотя они должны по идее быть упакованы этот сам полуавтомат видите такой вот вид у него картинка там видно немножко перепутали в обратную сторону но разберемся где же здесь серийный номер рекомендуется при проверке товара сверять и штрих-код и серийный номер и чтобы название изделия было написано краской а здесь пленочка наклеена что с этой стороны что с этой стороны пока не вижу режимов работы режимов сварки нету нигде серийный номер тю-тю нигде нет серийного номера ну сейчас еще крышку оттягнем где у нас проволока протяжный механизм с катушкой тю-тю и тут нет так ну давайте посмотрим что у нас предлагают производители этого аппарата я не знаю кто его произвел будем выяснять еще так это ручка регулировки скорости протяжки это ручка регулировки силы тока и напряжения в зависимости от режимов работы переключатель режимов работы инверт инвертор то есть сварка электродом и сварка провок полуавтомат два индикатора разъем для подключения для подключения еврокабеля и два разъема плюс и минус при работе с флюшкой то есть порошковой проволокой меняем поляризацию вот таким вот образом очень удобно в этом плане видел я на не помню на какой модели тесловской фирменной именно такой переход вот сюда подключаем землю здесь у нас евро рукав и с горелкой и работаем порошковой проволокой при работе омедненной проволокой возвращаем в это положение довольно таки удобно не надо клево крутить смотрим дальше что мы имеем здесь мы имеем здесь место для бобины на 5 килограмм проволоки вот таким образом оно закручивается ну в принципе только неплохо но не знаю а если другого диаметра бобина посмотрим посмотрим есть проволока протяжный механизм переключатель на разный диаметр проволоки 0,6 0,8 здесь максимум диаметр проволоки которую можно использовать это 0,8 ну в крайнем случае порошковой порошковой 0,9 пластмассовый это уже ну не знаю честно откровенно так заглушка на ролике пардон пардон еще раз заглушка на ролике ролик ролик 0,6 0,8 ставим на место значит здесь эта часть должна быть вверху как раз фиксируем неплохо регулируется зажим таким образом не очень конечно ну все таки более-менее что с этой стороны кабель силовой электрический штуцер для подключения кабеля от газового баллона пуск сеть то бишь все больше тут ничего нет решетка вентилятор во внутрь дальше лезть не буду вот такие основные моменты нигде я не вижу внутри не смогу больше характеристик режимов работы значит будем искать другую месть ну как то так смотрите тут тоже тесла наклеена это можно на любой аппарат пленкой наклеить все что угодно поэтому тут возникают вопросы тесла ну я посмотрю еще в интернете если найду что-нибудь подобное я добавлю с этим пока все и так как я и обещал поискал в интернете что же там есть про эту сварку про этот полуавтомат тесла мигмак 245 ничего но нашел и сейчас я вам покажу о близнецы братья только уже не тесла 245 а вольта 245 один в один с тем экземпляром что мне прислали ну близнецы братья если с теслой у нас зеркальное отображение разница лево право все наоборот можно сравнить здесь так как оно и должно быть а на сайте у тесла вот так возникает сразу вопрос а кто же производитель если итальянцы и чехи якобы чехи якобы итальянцы продают одну и ту же модель ну наверное сделали китайцы наши наши купили те кто торгует вольта подогнали под вольта те кто торгует тесла подогнали под тесла ну как наш украинский бизнес так что обижаться не приходится будем испытывать когда испытаем работу в работе я тогда еще размещу ролик как же она работает уверяли что отлично будем надеяться пока все спасибо спасибо Продолжение следует...